ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаете, друзья, в первой главе мы анализировали с вами, что можно, а что нельзя говорить жене. Вот смотрите, получается, что и любовнице не всё можно сказать. Вот, например, как мужчина может объяснить любовнице, почему он не уходит от жены? Ну, ваш вариант. Готов записать сразу. Нет, Камиль, это же на самом деле действительно очень сложно это всё объяснить. Конечно, сложно. Но ты, любовница, обычно говоришь всегда так. Ты знаешь, у нас с женой очень плохие отношения. Мы вообще на грани развода. Обязательно звучит вот эта фраза. Мы уже с ней три года не спим. И она тогда спрашивает тебя, а что же вы, если вы так плохо живёте, что же ты от неё не уйдёшь? Ну, ну, ммм. Не, ну, подожди. Ну, слушай, ну, ммм. Вот, 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 хорошая версия, знаешь, какая? Да. Из-за детей. Ага. Пусть они немножко подрастут. Вот так. Я вот помню себя в детстве, как от нас отец ушёл, как я мучился, переживал. Пусть в их жизни это случится попозже. Да, это очень достойная версия, только свинство страшно. А так чаще всего и бывает. Это правда. А вот это ещё неплохо сказать. Ты знаешь, жена больна. Да-да-да, вот так. Жена больна. Пускай немножечко выздоровит, что ли. Или там умрёт. Не, 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 не. Выздоровит, выздоровит. Да-да-да. Выздоровит. Да-да-да. Вот так немножко выздоровит. Слушайте, смотрите, а если жену жалко, можно сказать, что мама болеет. Маму жалко. Маму тоже жалко. Тёща. Её не жалко. Ну, а с другой стороны, это не оправдание. А тёща тоже человек. Она очень любит Светку, потом она очень переживает за Леночку, за Мишеньку. За Костика. За Костика, вот он. Вот. Да, ну пусть она тоже хоть немножечко выздоровит или наоборот. Ну, в общем, не важно. А вот ещё такой аргумент хороший. А мне нужно подготовить. Ага. Нужно подготовить её. Всё-таки она мой близкий человек. Жена, мать моих детей. Собственно, вот. Да, это... Ты готовишь её, готовишь. Годами, годами её готовишь. И это ещё хорошо... Знаешь версия, чем хороша? Тем, что ты порядочный человек. Ты должен... Да, смотри. Согласен. Вот, конечно, такой оптимальный аргумент. Ну, если ты сумеешь его правильно подать. Ты знаешь, надо им чуть-чуть подождать. Вот так. Очень точно. Но когда ты это говоришь, важно не смотреть ей в глаза. Да, потому что можно рассмеяться. Вот так, да. И ещё очень важно не говорить ни в коем случае, чего именно нужно подождать. Да, это тайна. Абстрактно вот чего-то нужно подождать, оно произойдёт и потом всё решится. Это хорошо, с этим понятно. Да. А вот ещё такое большое умение уйти от любовницы сразу после постели. Да. А ещё оптимально договориться с ней. Ну, как-то сразу закончилось после. А лучше всего, если она сама тебе скажет, слушай, ты торопишься, да? Ну, давай, давай уже, давай, давай. Только вот, смотри, куда торопишься? А, смотрите, один раз можно сделать так. Вот произошло у вас всё, и ты так нащупал телефон и сделал так. О, боже мой! И убежал. Вообще ничего не говорил. Вообще не объясняю ничего. О, и всё, бах, побежал. Но это можно сделать один раз. Один раз, да. А дальше либо тактику нужно менять, либо любовницу. Согласен. Хорошо, если как-то задействован ребёнок. Я всё про детей. Да-да-да, но ребёнок, смотри, ребёнок не должен болеть. Почему? Ну, потому что ты же порядочный человек. Ты не можешь заниматься любовью, когда у тебя дома болеет ребёнок. Да, это правда. А ещё, ты же сто раз её динамил под предлогом, что у тебя якобы болеет ребёнок. А с ребёнком так, смотрите. Если маленький, купать. Купать, надо купать его, купать, купать. Если чуть подрос, забрать нужно откуда-то из спортивной секции кружка от бабушки. Да, ещё можно её предупредить. Ну, типа тебе нужно куда-то идти, куда не очень хочется. Ну, я не знаю, на день рождения к тёще. Так ещё сказать, так поныть, чтобы она тебя пожалела. Ну, там будет неинтересно, скучно, невкусно. Ну, надо, иначе обидится. И вот идеально придумать, так, раз и навсегда, почему ты должен возвращаться домой каждый день в 9 вечера. Это идеально. Ну, давай, варианты какие? У тебя подъезд закрываем. Не, ну, там, не, ну, там ключ нет. А ты уже в смешной вариант. А вот так, вот так вот. Ты с детства боишься темноты. Не, ну, ты же взрослый. Не, не, не. А вот если, смотрите, в 9 часов каждый вечер тебе звонит начальник. Ну, проверяет, дома ты или нет. Ну, строгий начальник, очень. Дома? Дома или нет? А, я придумал. Не поверит. Я придумал. Маньяк! Ну, чё вы? Ну, у вас в районе, не, даже сказал так, в подъезде, завёлся маньяк, который убивает всех, кто возвращается после 9 часов вечера от любовницы. Вот так тоже, да? Ребят, смотрите, я всё придумал, я всех спасу. Давай, давай. А вы с женой привыкли смотреть программу «Время» и как... Лёш, с женой нельзя. А, с женой при любовнице нельзя. А с ребёнком? Ну, Лёш, маленькая. А если маленькая, 4 года? Купать! Купать! А как её купать? Она блестит уже. Куда уже купать? Купать, да. А, с собакой. А что? Она уже взрослая. Ей 10 лет. Ей 10 лет, с ней можно смотреть программу «Время». А там, глядишь, через 3 года она умрёт, и можно будет в полдесятого уходить, понимаешь, домой. Вот. А там да? Подожди, но я уже к этому времени обещал уйти от жены в августе, в сентябре. Нет. В сентябре нельзя. Леночка в школу идёт, в сентябре нельзя. Ей же 4 года. Купать. Ах, купать. 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 А я же не сказал, в каком сентябре, понимаешь? А-а-а. Я ухожу. А потом через 3 года ещё и, глядишь, и собака умрёт, понимаешь? А потом даст Бог, и я умру, и не нужно будет придумывать, почему мне в 9 часов нужно уходить. Согласен. Так вот, смотрите, все эти аргументы прекрасно работают именно до того момента, когда вдруг любовница тебе не говорит, слушай, всё, мне это надоело. Я встретила мужчину, он меня любит.